Следующий доклад у нас продолжение той же темы лечения коморбидного пациента с артериалитета. Светлана Юрьевна Никулина из города, если я правильно понимаю, Красноярск. Спасибо большое. Я вам передаю слово, а сам выхожу из эфира. Добрый вечер, глубоко уважаемый председатель. Добрый вечер, глубоко уважаемые коллеги. Итак, сегодня мы с вами побеседуем на очень интересную тему лечения коморбидного пациента с артериальной гипертонией. И в частности, артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца. Если мы обратимся к клиническим рекомендациям по коморбидной патологии, то следует отметить, что артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца имеют одинаковую патогенетическую основу. То есть они являются коморбидными заболеваниями. И следует сказать, что оба этих заболевания, которые синергичны друг к другу, они ведут нашего пациента по пути сердечно-сосудистого континуума к направлению укорочения его биологического возраста. Причем мне бы хотелось отметить, что лечение данной коморбидной патологии, то есть сочетание артериальной гипертонии и ишемической болезни сердца, во многом определяется лечением факторов риска, как артериальной гипертонии, так и ишемической болезни сердца. И вначале перед вами мне бы хотелось все-таки показать клинические рекомендации артериальной гипертонии у взрослых, 2020 год. Давайте посмотрим на те новых 5 факторов риска, которые сейчас определяются с 2020 года по сравнению с предыдущими рекомендациями. Вы видите, что на данном слайде они обозначены красным цветом. И подчеркнут как раз один из факторов риска, на которых я остановлюсь сегодня. Это частота сердечных сокращений в покое больше 90 в минуту. То есть синусовая тахикардия, которая является косвенным проявлением гиперсимпатикатонии. Давайте посмотрим патогенетически, что же происходит при симпатической гиперактивации, которая определяется дисфункцией вегетативной нервной системы при и сердечно-сосудистых заболеваниях. В настоящее время появился новый термин – симпатический овердрайв. Именно симпатический овердрайв, то есть симпатическая гиперактивация и играет ключевую роль в патофизиологии развития как артериальной гипертонии, так и ишемической болезни сердца. То есть той коморбидной патологии, на которой я сегодня и остановилась. Итак, если мы с вами посмотрим на данный слайд сверху вниз, то мы видим, что активность симпатической нервной системы определяет высвобождение нейрона минорадреналина, что в свою очередь активизирует бета-1-адренорецепторы сердца, сосуда и почек. Активация бета-1-адренорецепторов сердечной мышцы приводит к увеличению числа сердечных сокращений, что в свою очередь, несомненно, уменьшает диастолу сердца. Раз диастола уменьшается, значит уменьшается кровенаполнение коронарных артерий, что в свою очередь приводит к ишемии миокарда. А значит и изменяется вариабельность сердечного ритма, и конечно изменяется инотропизм, то есть изменяется сократимость миокарда. Давайте посмотрим, что же происходит при стимуляции бета-1-адренорецепторов в сосудах. Это, конечно, активация ударного стресса на сосудистую систему, причем прежде всего в разветвлениях сосудов, то есть там, где у нас происходит изменение от ламинарного, так называемого физиологического кровотока, в так называемый турбулентный кровоток. Именно этот турбулентный кровоток способствует усилению атеросклероза, возможному разрыву атеросклеротической бляшки и ишемии миокарда. Активация бета-1-адренорецепторов почек приводит, в свою очередь, к повышенному выбросу ранина, ангиотензина, альдостерона, значит, повышается артериальное давление, гипертрофия левого желудочка, и далее по сердечно-сосудистому континууму, вплоть до развития сердечной недостаточности и внезапной смерти. То есть вот такова патофизиология этого симпатического овердрайва, который приводит к пациенту к итогу сердечно-сосудистого континуума. А теперь бы мне хотелось перейти к тем клиническим исследованиям, которые подтверждают вот эту патогенетическую основу. Итак, одно из исследований, исследование Вэльюа. Посмотрите, почти 15 183 пациента. Пациенты наблюдались в течение пяти лет. Вся когорта пациентов была разделена на четыре подгруппы. Посмотрите на соответствующие кривые. Верхняя кривая – это пациенты с высокой ЧСС и неконтролируемым артериальным давлением. Далее высокая ЧСС и хорошо контролируемое давление. Еще ниже желтая кривая – низкая ЧСС и неконтролируемое давление. И зеленые кривые – позитивная кривая, низкая ЧСС и хорошо контролируемое артериальное давление. Посмотрите, определяли насколько разница соответственно в частоте сердечно-сосудистых событий в отличие высокого ЧСС и неконтролируемого артериального давления и нормальной ЧСС. 53%. 53% различий в распространении конечных точек. То есть, по сути дела, на основе этого глобального исследования мы можем сделать вывод, что повышенная частота сердечных сокращений является долгосрочным прогностическим фактором сердечно-сосудистых событий у пациентов с артериальной гипертонией. А теперь давайте посмотрим еще одно исследование, в котором было определено, что симпатическая гиперактивация является ключевым фактором повышенной частоты сердечных сокращений и ведет к риску смерти от сердечно-сосудистых причин. Перед вами результаты Фременгемского исследования сердечно-сосудистых заболеваний. Длительные, фундаментальные исследования. 36 лет. Осматривают пациентов один раз в два года. Вы видите значительное количество пациентов. Более 5000. На данном слайде представлено только когорта мужчин с артериальной гипертонией. Если мы посмотрим на данный слайд слева направо, постепенно от ЧСС 65 в минуту до соответственно 85 и выше, то мы видим, насколько нарастает смертность от ишемической болезни сердца. Это соответственно столбиковая диаграмма красного цвета, до смертности от когорты сердечно-сосудистых заболеваний, диаграмма фиолетового цвета, до смертности от всех причин, зеленые диаграммы. То есть настолько этот симпатический овердрайв увеличивает сердечно-сосудистую смертность и смертность от всех причин у пациентов с артериальной гипертонией. Еще одно исследование, оно перед вами, которое указывает, насколько активность симпатической нервной системы, а косвенным признаком этой активности является как раз тахикардия, повышает степень артериальной гипертонии. Вы видите, начиная с минимальной степени, постепенно возрастает к умеренной, тяжелой и резистентной, то есть прогрессирует по мере ее утяжеления. Это то, что я хотела сказать в отношении артериальной гипертонии. А теперь давайте перейдем к ее патогенетическому собрату, ишемической болезни сердца. Каким образом симпатический овердрайв влияет на развитие ишемической болезни сердца? И опять мне бы хотелось начать с патогенеза, то есть базовой основы, что же происходит у пациента с симпатической гиперактивацией при ишемической болезни сердца. Посмотрите, если мы посмотрим на данный слайд сверху вниз, то мы можем оценить, что активация симпатической нервной системы приводит к запуску целого ряда реакций. В частности, к повышению числа сердечных сокращений, к активации рененангиотензинальдостероновой системы, что в свою очередь увеличивает ишемию миокарда, способствует развитию сердечных аритмий, дисфункции миокарда и затем развитию сердечной недостаточности и внезапной смерти. А теперь давайте подтвердим эту патогенетическую основу, о которой я только что сказала, целым рядом клинических исследований. Итак, одно из исследований, которое я хочу представить, это исследование ТЕНТЕНТЭ. Посмотрите, достаточно большое количество пациентов, 9580 пациентов, наблюдение 4,9 года. Согласно этому исследованию, все пациенты со стабильной ишемической болезнью сердца были подразделены на две подгруппы. Первая подгруппа, вы видите, это синие кривые с ЧСС более или равные 70 ударов в минуту. И, соответственно, красная кривая, это пациенты со стабильной ИБС и ЧСС менее 70 ударов в минуту. Вы видите, что уже менее одного года кривые начинают активно расходиться. То есть возрастание ЧСС на каждые 10 ударов в минуту повышало риск значимых сердечно-сосудистых событий, вы видите, значительно на 8%. А симпатическая гиперактивация, согласно данному исследованию, повышала риск сердечно-сосудистых событий на 38% в когорте пациентов с ЧСС более 70 ударов в минуту. Еще одно исследование, исследование Коронар, показывает, что такая группа лекарственных средств, как бета-адреноблокаторы, снижают риск сердечно-сосудистой смерти у пациентов со стабильной стенокардией. Почему бета-адреноблокаторы? Потому что именно эта группа лекарственных средств обладает влиянием на гиперсимпатикотонию. Посмотрите, значительное количество пациентов, 4199 пациентов, пациенты со стабильной ЭБС, опять были подразделены на две подгруппы. Половина из них получала бета-адреноблокаторы, вторая половина, наряду со стандартной терапией, не получала бета-адреноблокаторы. Что же получили в итоге? Снижение на 57% риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в группе пациентов, получавших бета-адреноблокаторы. А теперь, уважаемые коллеги, давайте посмотрим, что же говорится в клинических рекомендациях стабильная ишемическая болезнь сердца 2020. Какие же лекарственные средства у нас стоят в приоритете у данной группы пациентов? Вы видите, это бета-адреноблокаторы или негидроперидиновые блокаторы кальциевых каналов. То есть те лекарственные средства, которые обладают влиянием на гиперсимпатикотонию, которые борются с симпатическим овердрайвом. Причем вы видите, что согласно данным рекомендациям появляется так называемая целевая ЧСС у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца при назначении бета-адреноблокатора. Ну а теперь мне бы хотелось все-таки остановиться на коморбидности артериальной гипертонии и ишемической болезни сердца. Перед вами исследование, которое было представлено профессором Остроумовой Ольгой Дмитриевной, где выяснялись сопутствующие заболевания, которые отмечаются у пациентов с артериальной гипертонией. Посмотрите. Ишемическая болезнь сердца у этой группы пациентов в данном исследовании составила 23,2%. Но в последнее время я очень активно просмотрела целый ряд наших российских исследований, в том числе и постмаркетинговых исследований по сочетанию артериальной гипертонии и ишемической болезни сердца. И все-таки пришла к выводу, что в среднем эта цифра достигает около 50%. То есть в российской популяции сопутствующая ишемическая болезнь сердца при артериальной гипертонии составляет действительно около 50%. А теперь давайте зайдем несколько с иной стороны. Давайте посмотрим все-таки артериальная гипертония у пациентов с ишемической болезнью сердца. В каком проценте случаев регистрируется она? И здесь нам помогает регистр РИЧ, который опубликован в журнале JAMA в 2006 году. Давайте посмотрим. Красная диаграмма. 80,3 пациентов с ишемической болезнью сердца имеют артериальную гипертонию. Еще одно исследование. Исследование TRACE. Вы видите, согласно этому исследованию, артериальная гипертония в анамнезе увеличивает риск смертности от всех причин у больных, перенесших острый инфаркт миокарда. Если мы посмотрим сейчас с вами на две кривые, верхняя кривая – смертность от всех причин у больных, перенесших инфаркт миокарда, имеющих артериальную гипертонию. Нижняя кривая – без артериальной гипертонии. Причем расхождение этих кривых появляется уже через несколько месяцев исследования. Таким образом, артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца – это коморбидные заболевания, имеющие единую патогенетическую основу, которые синергичны друг к другу, которые утяжеляют друг друга и обеспечивают, как я сказала, быстрое продвижение пациента по сердечно-сосудистому континууму. А теперь давайте вновь вернемся с вами к клиническим рекомендациям артериальной гипертонии у взрослых 20-20, как все-таки следует лечить данную коморбидную патологию. Итак, давайте шагать так, как написано в данных клинических рекомендациях. Итак, шаг 1 – это бета-адреноблокаторы, то есть та группа, которая у нас работает на гиперсимпатикатонии, плюс ингибиторы АПФ, то есть та группа лекарственных средств, которая работает на ренин-ангетензин-альдестероновую систему и косвенным образом на гиперсимпатикатонии. Шаг 2 при неэффективности первого шага – это тройная комбинация из препаратов, использованных на предыдущем шаге. Шаг 3 – резистентная артериальная гипертония, добавить спиронолактон или другой диуретик или альфа-адреноблокатор. Причем, как я вам уже сказала, если у пациента имеется только одно заболевание, допустим, артериальная гипертония, мы говорим о целевых цифрах артериального давления. Как только у пациента присоединяется ишемическая болезнь сердца, то мы говорим не только о целевом артериальном давлении, мы с вами обязательно должны определить и целевое ЧСС. Вот это очень важный момент в клинических рекомендациях. Поэтому давайте посмотрим на целевые цифры давления, которые доктор должен обязательно учитывать в лечении пациентов с данной коморбидной патологией. Если пациент моложе 65 лет без ХБП, то систолическое артериальное давление должно быть в пределах от 120 до 129 мм тутного столба. У пожилых пациентов старше 65 лет и или с наличием ХБП рекомендовано снижать систолическое артериальное давление уже до иных цифр от 130 до 139 мм тутного столба. А вот диастолическое целевое давление у нас и в том и в другом случае в пределах от 70 до 80 мм тутного столба. Уважаемые коллеги, когда мы лечим с вами коморбидного пациента артериальная гипертония плюс ишемическая болезнь сердца, то мы с вами должны помнить и о целом ряде других групп препаратов, которые необходимы в данном случае. В частности, антиагрегантная терапия. Антиагрегантная терапия в данном случае должна быть представлена ацетилсалициловой кислотой в дозе 75 мг в сутки. И только при непереносимости ацетилсалициловой кислоты рекомендуется назначить клопидогрель 75 мг в сутки. Хотя существует и преимущество клопидогрелия перед ацетилсалициловой кислотой, но только в одном единственном случае. У пациентов с периферическим атеросклерозом и перемежающейся хромотой. И сегодня я бы хотела показать вам наш российский препарат-дезагрегант, препарат Тромбитал. Во-первых, он имеет два очень важных преимущества. Препарат Тромбитал содержит желудочно растворимую форму ацетилсалициловой кислоты, которая имеет лучшую биодоступность и рекомендована Всемирной Организацией Здравоохранения. И второе, препарат Тромбитал содержит гидроксид магния, который защищает слизистую оболочку желудка от местно раздражающего действия ацетилсалициловой кислоты. Уважаемые коллеги, перед вами как раз слайд, который показывает безопасность препарата Тромбитал, который вы видите в центре данного слайда, по сравнению с обычной ацетилсалициловой кислотой практически в 9 раз безопаснее. И по сравнению с кишечно-растворимой формой ацетилсалициловой кислоты, это голубые столбики, примерно в 2,6 раза безопаснее по сравнению с кишечно-растворимой формой ацетилсалициловой кислоты. Очень важным моментом предназначения любого препарата является его биоэквивалентность с оригиналом. Представляю биоэквивалентность препарата Тромбитал по сравнению с оригинальным препаратом Кардиомагнил. Если вы посмотрите на левую сторону слайда, то представлена здесь медиана концентрации препаратов на первом этапе, правая часть слайда на втором этапе. Причем как в первом, так и во втором случае, как слева, так и справа, вы видите, что кривые полностью сходятся. А если они сходятся, значит соответственно эти препараты биоэквивалентны. Значит эти препараты как химически биоэквивалентны, так и терапевтически, они аналогичны друг другу. Итак, перед вами дозы препарата Тромбитал. Он состоит из ацетилсалициловой кислоты в дозе 75 мг, гидроксида магния 15,2 мг. Мы назначаем такую дозу при весе пациента до 80 кг. Если вес пациента более 80 кг, то доза препарата увеличивается вдвое. Давайте посмотрим еще чем этот препарат Тромбитал отличается от других дженериков. И опять вначале я хотела обратить ваше внимание на левую часть слайда, центральную часть таблетки. Посмотрите, препарат Тромбитал действующее вещество 78% закрашено зеленым цветом. И давайте посмотрим на правую часть слайда, другие дженерики действующего вещества всего 46%. Поэтому биодоступность Тромбитала 70% по сравнению с другими дженериками, биодоступность которого составляет всего 50%. То есть выбор по сравнению с другими дженериками очевиден. И уважаемые коллеги, еще один препарат мне бы хотелось сегодня представить. Российский препарат Ангионорм в контексте как раз коморбидности артериальной гипертонической болезни и ишемической болезни сердца. Препарат Тромбитал как дезагрегант. Доказано его влияние на АТФ-зависимый путь агрегации тромбоцитов и коллагин-зависимый путь агрегации тромбоцитов. Я это представлю в двух наших российских клинических исследованиях. А перед этим давайте посмотрим, что же такое из себя представляет препарат Ангионорм. Во-первых, препарат Ангионорм это оригинальный запатентованный системный ангиопротектор. Перед вами как раз патент на изобретение. Он состоит из четырех лекарственных средств. Это уникальный четырехкомпонентный состав, флавоноидная фракция четырех растений. Одна таблетка содержит активный компонент 40-100 мг сухого экстракта. Показаниями для назначения препарата являются первое – повышение агрегации тромбоцитов, второе – нарушение проницаемости капилляров и микроциркуляции, третье – нарушение венозного кровообращения. И вот те два российских исследования, которые показали, что действительно этот препарат эффективен у пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Итак, перед вами пациенты в количестве 62 с ишемической болезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом. Давайте посмотрим на правую часть слайда. Половина этих пациентов принимала стандартную терапию, второй половины пациентов был добавлен препарат ангионур. Если мы с вами посмотрим на эту диаграмму, то мы можем увидеть, что более чем у 80% пациентов с постинфарктным кардиосклерозом добавление препарата ангионур привело к уменьшению болей в икроножных мышцах, снижению одышки и общей утомляемости. Это очень интересное исследование было опубликовано, соответственно, в 2009 году, причем в очень хорошем журнале «Кардиология» и доложено на клинической конференции. Еще одно исследование, которое было представлено Горганеевой Натальей Петровной, Барбараш Ольгой Леонидовной и соавторами, по оценке антитромбоцитарной активности препарата ангионур в комплексной терапии больных нестабильной прогрессирующей стенокардией. Посмотрите, простое, слепое, рандомизированное исследование. 62 пациента, средний возраст 60 лет. Пациенты были разделены на две подгруппы. Основная группа в количестве 31 пациента, базисная терапия плюс ангионур, контрольная группа, только базисная терапия. Исследование проводилось на именно антитромбоцитарную активность этого препарата. Давайте посмотрим на верхнюю часть этой таблицы. Мы видим в верхней части таблицы, это как раз группа пациентов, которые получали препарат ангионур. Оказалось, что на 20-й день терапии показатели АДФ индуцированной агрегации тромбоцитов снизились в этой основной группе на 10,6%. Причем мы видим статистически значимое снижение этого показателя не только в группе АДФ индуцированной агрегации, но и коллаген индуцированной агрегации. То есть этот препарат наряду с эффектом, действующим на сосудистую стенку, он обладает еще и антитромбоцитарным эффектом. И в завершение, уважаемые коллеги, я бы хотела поблагодарить вас за внимание, поблагодарить организаторов конференции, поблагодарить председателя конференции за возможность принять участие и сообщить действительно, на мой взгляд, действительно интересные исследования по данной теме. Потому что я глубоко уверена в том, что лечение пациента с артериальной гипертонией и с химической болезнью сердца – это сложная проблема. Потому что в данном случае необходимо лечить пациента и поддерживать целевые цифры как давления, так и числа сердечных сокращений. Спасибо, коллеги. Спасибо большое. Друзья, вопросы? Вопросов пока нет. Ну, я могу тогда в двух словах сказать следующее, что мы сейчас предполагаем такое комплексное исследование провести с применением наших дистанционных технологий. Здесь выложено, что мы в медицинском бюро консультируем больных, в том числе коморбидных больных, дистанционно по всей стране, не только в России, но и за ее пределами. И, так сказать, предлагаем принять в этом участие всех, потому что мы работаем со всеми врачами в разных регионах. Вот у нас есть и в Киргизии доктора, и в Приднестровье, ну и в России, естественно, в нескольких городах, в Белоруссии. Вот, то есть тут нет границ, мы, так сказать, вне времени и пространства. Но в то же время это позволяет набирать довольно быстро, набирать базы данных и смотреть за какими-то клиническими проявлениями. Естественно, лабораторные исследования здесь более сложны, но сейчас мы договорились с компанией CityLab, она в России представлена везде, это самая крупная компания лабораторная, что они могут нам делать по нашему заказу, по заказу пациентов, исследования везде одинаковые. То есть это принципиальный вопрос, чтобы методики были одинаковые, потому что иначе сравнить доль труд. Вот, это усиливает вот наши исследовательские позиции в рамках таких вот дистанционных технологий, поэтому мы всех призываем присоединяться к этой теме, и вот Анагенорм будет один, наверное, из первых препаратов, которых мы запустим по такой вот исследовательской программе. Вот, мы с удовольствием привлечем край, извините за выражение. Да, это археологический центр с удовольствием будет участвовать. Потому что это интересная тема, и нам важно получить данные, потому что препарат, конечно, недоисследован, недолюблен, что называется, он перескочил из Алтая в Москву, и здесь был как бы брошен. В принципе, почему нужно его забывать, не знаю. Мы вот хотим поднять эту тему. Мне кажется, это будет интересный. По вашим руководствам, я думаю, будет прекрасно, будет собран материал, и действительно он будет стандартизирован, и будет очень интересно. Да, это получается многоцентровое такое, совсем многоцентровое исследование. А когда планируется примерно начать? Да, ну, в общем, в ближайшие месяцы, я думаю, мы уже... То есть мы узнаем, да? То есть до нас до этого региона что-то будет, да? Конечно, да. Мы здесь будем тоже это обсуждать. Так, о клофелине. Я не знаю, к кому вопрос, но скажите, можно применять в отсутствии эффекта других препаратов? Давайте к вам вопрос. Насчет клофелина. На самом деле, вы же понимаете, что клофелин, ну, раньше, вот мы с вами, его применяли очень широко. Я помню, когда я начинала еще работу, у нас везде в отделении, на всех постах был клофелин. Да, значит, вы начинали работать позже меня, потому что, когда я пришел на работу, клофелин был дефицитом, жутким. Это был гимитон производства ГДР, и достать его было невозможно. А потом он стал российским, действительно появился везде. Ну, вот, видимо, я работала как раз время, когда у нас во всем, во всех отделениях, он везде был, получается. Причем я хорошо запомнила этот синдром отмены, который возникал на клофелин. Если по какой-то причине вдруг наши больные не принимали или что-то еще происходило, ну, вот не могли его выдать, возникал страшнейший синдром отмены этого препарата. Его можно было только, этот синдром отмены, купировать, либо очень быстрым отдать клофелин, либо назначать альфа-дреноблокаторы. Вот настолько выраженно был этот препарат. Вот, на мой взгляд, все-таки мы пришли к другим, на мой взгляд, центральным симпатолитикам. То есть у нас есть препарат максонидин. У него, конечно, другое действие, он действует на другие рецепторы, но тоже это препарат центрального действия. А его не ввели в рекомендации западные. Ну, вот-вот, тем не менее. А клофелин ввели. А клофелин, и вот он до сих пор вот так. Вот я на самом деле не очень хорошо отношусь к клофелин. Ну, я тогда свое мнение выскажу. Клофелин... Вот прямо, что называется, на игле, или под язык кинул и получил эффект. Но не для планового лечения. Но не для планового лечения. Насчет длительного применения я не уверен, потому что начнем с того, что все сидят за рулем теперь. Я напомню, а клофелин за рулем запрещен. Да. По-простому. Поэтому уже как бы такое ограничение тоже надо понимать. Но для тех, кто страдает кризами, я бы клофелин имел бы. Он, конечно, лучше, чем КПТН снимает такие ситуации. Особенно, если это тяжелые кризы. Ну, я не знаю, как сейчас, а когда мы начинали работать на диализе, у нас были тяжелейшие кризы до 300. Это, в общем, это было единственное спасение. Потому что ничего другого у нас тогда не было. Тогда у нас никаких инвибиторов на ПФ было. Бывают такие больные, до сих пор привозят, но очень редко сейчас. Ну да. Ну, то есть, конечно, у него какое-то четкое место есть, но мне кажется, этот препарат, ну, такого вот, экстренной помощи. Ну, может быть, как резервный, действительно, может быть. Почему как резервный? Нет, он просто экстренной помощи. Ну, к сожалению, он сейчас, видите, он в списках, он запрещен, его не достанешь, потому что им травят и так далее. Раньше-то он лежал везде, действительно, он был свободный доступ. И как-то никто от него особенно не помирал. Да, сейчас пользуются другие нехорошие люди, да. Да. Так, еще вопросы. Ну, хорошо, если вопросов нет, тогда я поблагодарю вас за доклад, за то, что вы уделили нашему обществу внимание. С удовольствием. Ты первый раз у нас выступаете. Уже третий. Спасибо, и всегда с удовольствием. Работать дальше. Спасибо. Спасибо, привет Красноярску.